Всем добрый день! Я хочу вам представить клинический случай периферической аценарной аденокарциномы верхней доли правого лёгкого. Конфликт интересов у меня отсутствует по данному случаю. Из анамнеза пациента. Пациентка 65 лет поступил в Амурский онкологический диспансер в связи с необходимостью проведения лечения. Из анамнеза жизни стаж курения более 40 лет. Какие-либо респираторные симптомы он отрицает. Из сопутствующих заболеваний имеется псориаз продолжительностью более 20 лет. Из анамнеза заболевания. Выявление произошло при прохождении планового обследования флюорографии, где было выявлено объёмное образование в лёгком. Пациент был направлен на компьютерную томографию органов грудной клетки, где было обнаружено, что в С2-сегменте имеется округлое мягкотканное образование диаметром около 35 мм неоднородной структуры. При этом в средостении определяются лимфоузлы паратрихиальные, ретриковальные, многочисленными размерами от 8 до 12 мм. Больному рекомендована госпитализация для оперативного лечения в объёме таракотомии справа, биопсия образования со срочным гистологическим исследованием, в случае подтверждения злокачественного образования верхняя лобэктомия. Из дополнительных лабораторных и инструментальных методов исследования в принципе ничего интересного у них нет. Сейчас вы можете увидеть компьютерную томографию органов грудной клетки и образование верхней доли правого лёгкого. Здесь препарат уже операционного материала. Картина цинарной аденокарциномы. Видны железистые структуры, высланные кубическими или призматическими клетками. Также в этой опухоли имеются паттерны роста солидного типа аденокарциномы. У больного была выявлена лимфоваскулярная инвазия. Патологоанатомический диагноз. Периферическая цинарная аденокарцинома верхней доли правого лёгкого G2 4,5 см в наибольшем измерении. Лимфоваскулярная инвазия. Край резекции верхнедолевого бронха вне опухоли. Метастазы обнаружены в 6 из 6 лимфоузлов 4-й R-группы, в 2 из 3 лимфоузлов 1-й группы, в 3 из 9 лимфоузлов 2-й R-группы, в 3 из 5 перебронхиальных лимфоузлов. Диагноз ПТНМ, П2ТА, Н2. Почему вообще этот случай интересен, и на какие вопросы я бы хотел обратить ваше внимание? Первое – это важность процентного соотношения вариантов роста аденокарциномы. Как сегодня уже говорили в самом начале конференции, это имеет определённое значение для определения степени дифференцировки опухоли, в зависимости от того, какие паттерны в ней присутствуют и в каком процентном соотношении они находятся. К сожалению, не совсем понятна роль данного параметра в плане прогноза конкретного для пациента, а также в плане определения дальнейшей тактики лечения. И второй вопрос, который сегодня уже хорошо осветили, в принципе, это вопрос взаимодействия хирурга и патолога при раскладке лимфатических узлов в зависимости от станции, к которым они принадлежат. У нас до этого года, к сожалению, такого совершенно не проводилось, и сейчас, начиная вот с января этого года, мы пытаемся взаимодействовать вместе с хирургами, чтобы они активно нам помогали в плане раскладки лимфатических узлов. На этом всё. Спасибо, Антон Андреевич, за презентацию. Пожалуйста, комментарии, вопросы. Можно у меня сразу вопрос? По результатам патно-нофологического исследования есть метастазы в первой группе лимфоузлов. Это получается Н3. Это наключичные узлы. И при обычной ревизии достаточно сложно их забрать из плевральной полости. Вот может быть, всё-таки неправильно изначально были маркированы лимфоузлы как вторая группа? Может быть. Да, пожалуйста. А можно презентацию вернуть обратную? Спасибо за доклад. Насчёт раскладки лимфоузлов я просто прокомментирую ситуацию. В Беларуси похожая ситуация в плане раскладки. Пользуются ещё многие хирурги старой классификации, где номер 1 классифицировался как наивысший средостенный лимфоузел. И то, что сейчас стало номером 2, многие до сих пор классифицируют как номер 1. Мне почему-то кажется, что здесь была похожая ситуация. Единственное, что меня интересует вопрос, настолько массивное лимфогенное метастазирование по данным компьютерной томографии до операции, собственно говоря, пациент, я так понял, шёл как Н0. Да? Это так или не так? Вроде бы так. Просто было бы интересно посмотреть данные компьютерной томографии, насколько... Обычно, когда порядка 15 метастатических лимфоузлов всё-таки на компьютерной томографии это видно. И, собственно говоря, в любом случае поражение первой группы лимфоузлов является нерадикальной операцией, палеоативной, ну и при наличии такого массивного Н2 всё-таки выбор хирургии на первом этапе сомнительный, на мой взгляд. Но к морфологии это не имеет никакого отношения. Спасибо. Я тогда по поводу морфологии и небольшой комментарий относительно того, какое имеет прогностическое значение различные паттерны роста. В общем, да, действительно нет каких-то чётких корреляций между наличием какого-то паттерна и его прогностическим значением в зависимости от его доли в узле. Но, тем не менее, уже есть данные чёткие о том, что если у пациента в опухоли есть микропопулярный компонент и даже если он минорный, то это говорит о высоком потенциальном риске лимфогенного и гематогенного метастазирования. То есть, это имеет значение прогностическое. Если мы будем говорить о более частых вариантах, это солидный компонент, то, как и в любой другой эпителиальной опухоли, наличие низкодифференцированного компонента даже не столько в зависимости от его выраженности, но в большей степени определяет прогноз, чем более высоко дифференцированный компонент. Поэтому, безусловно, эта информация важна, и она должна находить отражение в заключении, хотя пока это, может быть, не имеет влияния на какие-то подходы терапевтические. Спасибо. Спасибо большое, Антон Андреевич. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok